ну добрый день дорогие друзья с вами суп подкаст и сегодня мы в гостях у факультета журналистики и мы поговорим сегодня с кандидата филологических наук юлии николаевны жариной здравствуйте добрый день как бы вы себя представили в нескольких словах вы сложный вопрос как бы себе представила в нескольких словах и правы уже вы уже наверное здесь многое сказали действительно я представляю факультет журналистки воронежского госуниверситета действительно являюсь кандидатом филологических наук помимо этого на факультете занимаюсь еще тем что курирую наш такой очень большой проект которому уже целых пять лет это студенческий портал который называется ps5сор но и прочие какие-то всякие творческие активности которые на факультете есть связаны именно с профессией а вот о пятисовых если поподробнее рассказать что это за проект чем он занимается и какой у него вообще ну если у него какие-то цели задачи ну безусловно как у любого проекта у этого есть свои цели и свои задачи проект вот как я уже сказала 1 марта 2020 года будет пять лет когда только все это начиналось и задумывалось наверное вот даже не казалось что так долго может просуществовать это все-таки уже весомый срок для проекта который мы делаем вот своими исключительно собственными силами силами факультета у нас конечно есть здесь большое преимущество это студенты которые не являются собственно ну будем так говорить сотрудниками проекта и сотрудниками портала кто-то добровольно кто-то добровольно принудительно в рамках учебного процесса хороший ресурс до что себя представляет вообще портал как он задумывался и собственно чем он на сегодняшний момент является когда но даже не пять лет назад а чуть больше потому что изначально проект существовала в рамках закрытой группы вконтакте мы так отрабатывали там все технологии менеджмента маркетинга зонную какую-то структуру мы себе представляли ориентировались на европейские технологии есть такая форма образовательная как госпиталь при университете наверняка вам известно и нашим зрителям известно что при любом там мед университете чаще всего бывают какие-то свои клиники стоматологическое или карьера на практике можно было что-то до заниматься свои какие-то непосредственно уже моменты прорабатывать при юрфаке у нас насколько я знаю есть юридическая клиника мы тоже хотели такую свою некую клинику создать не собственно нас это получилось поэтому с одной стороны наши 5 сов это такая учебно-производственная площадка на которой студенты журналисты отрабатывают навыки редакционной деятельности навыки корреспондентов навыки шеф-редакторов и соответственно так то растут от курса к курсу то есть первокурсники и второкурсники да они пробуют себя в качестве корреспондентов 3 курс 4 уже в качестве шеф-редакторов себя пробует естественно все это в каких-то щадящих рамках потому что но когда они придут работать в большие редакции как я это называю они столкнутся с теми же самыми процессами но только уже с ними так носиться и нянькаться как это делаем и конечно никто не будет они должны уже безусловно готовыми специалистами которых лишь чуть-чуть там подведут под определенную платформу но помимо вот этого направления некого учебно-производственного такого безусловно у нас это встроено все учебный процесс то есть у нас есть дисциплина которая называется выпуск учебных сми и в рамках этой дисциплины все через наших пиццов проходят кто-то любит кто-то не любит кто-то стонет кто-то воет я все время говорю эмоции те кто стонут и воет значит они не по адресу пришли значит журналистика не совсем их направление есть еще все-таки такая социальная задача у проекта как мне кажется мы активно поддерживаем всяческие социальные инициативы дружим с различными некоммерческими организациями города студенческими организациями города гости пришли вы к нам в гости пришли да и ваш проект нам тоже очень интересен симпатичен и наши студенты часто о лекциях субботнего университета пишут отлично и мы очень рады мы тоже периодически заходим на портал 5 софт тоже да поэтому это такой взаимный обмен мы сотрудничаем с ресурсным центром доступная среда у нас даже есть специальная рубрика на портале которая так и называется доступная доступный воронеж где мы освещаем какие-то акции вот связанные с помощью людям с ограниченными возможностями и все то хорошее что в городе появляется сегодня с этим связаны таких каких-то проектов тоже много мы всячески стараемся их информационно поддерживать надо развивать обязательно мы и еще вот о чем хочу сказать мы запустили еще одну рубрику она пока у нас в процессе наполнения называется она из руин так по горячим следам наверное мы сделали хотя идею тоже очень давно уже вынашивали мы занимаемся студентами в том числе сохранением сложно сказать сохранением наверное в информационном поле потому что у нас других ресурсов нет усадеб дворянских воронежской области наверняка вот слышали что недавно очень варварская там было бы неприятный случай по моему ну и вообще у нас же есть много архитектуры как хотя после войны конечно это подкосилось но все равно которая требуется и реставрация она просто разрушается вот это надо освещать конечно в информационном поле чтобы это все сказали да вот про изначально про 5 сов что там отрабатывают навыки журналисты тогда вот вытекает отсюда вот такой вот вопрос сейчас многие журналисты такие как даже там пивоваров парфеонов но довольно таки известно они говорят что он образование журналиста классическое она не обязательно вот как вы относитесь к этому и считаете ли вы что важно чтобы человек получал вот это классическое образование журналистов чем она помогает и вот какое ваше мнение вот по этому вопросу но вот нет очень удивительно что парфеонов упомянули потому что не ручаюсь за пивоварова не помню сейчас его биографию биографию но уж парфеонов точно закончил уже факт на этот момент ленинградского университета и он очень этим недоволен был он говорит что-то несуществующие да не слышал я просто очень много было именно идеологических моментов в его образовании что делает его что это обмое образование по сути не действительно потому что половина дисциплин сейчас используется но идеология нам в тот момент наверное существовала сейчас мне кажется в меньшей степени вот в классическом университетах это присутствует и слава слава богу я все-таки придерживаюсь но было бы странно если бы я как преподаватель журфака сейчас сказала что журналистике учиться не нужно я все-таки придерживаюсь того что образование журналисты получать нужно да безусловно и причем в этой позиции в общем то мы схожи не только с другими преподавателями нашего ли факультета или других факультетов журналистики других российских вузов но и с работодателями из практиками мы вот недавно проводили встречу как раз по нашей новой магистрской программе встречи на который приглашали работодателей и говорили о тех компетенциях которые вообще нужны что востребован студенту до студенту журналисту что может быть востребованы со стороны работодателей и в принципе пришли к выводу о том что основу и базу необходимо получать на профильных факультетов а потом конечно практические навыки там ну вот мы создали специальную площадку для отработки этих практических навыков но любое издание любое сми это все-таки определенный формат определенные какие-то правила работы уровень ответственности уровень ответственности и безусловно придя в какое-то конкретное уже медиа закончив факультет журналистики студент так или иначе будет работодателям доводиться уже под свои у меня форматы под своей стратегии которые существуют но когда нет базы и основы подвести гораздо сложнее есть тоже определенное классическое образование которое необходимо конечно то есть а студенту нужно как-то со временем на старших курсах совмещать то есть учебу или работу или это на ваш взгляд потеряет продуктивность от безусловно нужно безусловно по-другому просто никак и не факультет журналистики позволяет это делать тем более опять же когда мы говорим о каких-то более фундаментальных может быть дисциплинах и науках где но та же медицина там мы говорим о том что нужно отрабатывать навыки но студенты первого курса медуниверситета наверное сложно представить себе на позиции врача которые ставят какие-то диагнозы выносит решение назначает лечение студента журналиста первого курса представить в редакции вполне можно и это нужно делать и опять же немножко возвращаясь там к нашим словам для этого мы их и создали потому что но к сожалению не все редакции сегодня готовы позиция с молодым начинающим специалистам в силу ограниченности времени в силу тех скоростей на которых сразу нужно как бы нужно сразу контент материал приходится работать да и не всегда готовы брать журналист начинающих журналистов на практику причем не только мы говорим о региональных каких-то редакциях но даже федеральные редакции зачастую особенно если это крупная большая редакция начинающий студент попадающие на практику он может быть на позиции кофе принести кофе унести да но есть эти редакции которые с любовью относятся к студентам берут их и поэтому моя позиция что все непременно надо совмещать учебу и работу важно чтобы одно не шло в ущерб другому как это дополняла даже да как это часто делают студента именно вы очень правильно говорите одно дополняло другое и теоретические знания которые студент получает на факультете они находили свое применение уже на практике в редакцию я сама именно так и делала причем сотрудничество с различными воронежскими редакциями а за пять лет учебы у меня был специалитет еще не за пять лет учебы я с не одним воронежским изданием успела посотрудничать формате внештатного автора не мешало мне совершенно учиться и закончить университет с красным дипломом я занималась историей журналистики тема моей диссертации была связана с эмигрантами первой волны с русским зарубежьем да это был была персоналия борис зайцев в общем то будучи до революции в дореволюционной россии он не был писателем первого порядка но судьба была к нему благосклонная и оказавшись в эмиграции он возглавлял и союз журналистов и литераторов русского зарубежья в париже он прожил фактически всю свою жизнь и он бог хотел на очень долгий жизненный путь и он в общем-то пережил многих эмигрантов и первой волны и частично может даже и 2 и оставила многих воспоминания поэтому я занималась мемуаристика и публицистикой бориса зайцева там сериями было очерков мемуарных о самых разных представителях русского зарубежья и философы и литераторы и политики не на эту тему меня была диссертация что вам посоветовала научный руководитель это и как вы пришли вот потому что именно а я как-то этой персоналией занималась изначально со второго курса когда пришла писать курсовые работы да причем как-то часто бывает выбирают научного руководителя студенты не по теме а по персоналии научного руководителя на самом деле может и правильно вот у меня это было так я пришла тогда это было про гнили перемычки клубе писала столица николаевна гладышева это еще один наш преподаватель факультета я пришла сказал что я хочу писать у вас не знаю о чем не знаю а ком это был какой-то перечень хочу вам никогда и хочу что-то до SV творчеством получается как вы сейчас вот вы сейчас преподаете как как вы вам удается совмещать ведь журналисты мы же рассказали что это пацана практика да вот вам удается совмещать продуктивную практическую работу и преподавание ведь это тоже же Преподавание занимает довольно большое количество времени, энергии, сил. Как вы это замечаете? Вы курируете проект «Пять слов», да? Вы там публикуетесь, наверное, да? Действительно, вы очень правы. Студенты, наверное, может быть, этого не всегда замечают, но сегодня преподаватели в таких условиях, когда у нас куйму времени, занимают всевозможные бумаги, отчёты, планы. Это самая тема нашего подкаста, мы уже это обсуждали, да, и это тяжело. Вот, это очень тяжело, это отнимает много времени. И, конечно, иногда я даже с грустью понимаю, что вот той журналистикой в чистом виде практической мне сегодня не удаётся в полной мере заниматься, в какой мне, наверное, и хотелось бы. Потому что иногда тоже студентам рассказываю, они-то удивляются. Я говорю, что вот когда ты долго чего-то не писал, какой-то текст, а потом ты садишься и что-то пишешь, ты получаешь удовольствие, ну, на физическом даже каком-то уровне, от того, что ты что-то написал. Ну, это творческая тоже работа. И как отдых, это смена занятий, да? Да, поэтому у меня, наверное, происходит такая сублимация вот этого практического творчества. Как раз на совах, потому что у меня ни одного вечера не проходит, чтобы я не села редактировать материалы на совах. А редактировать, это значит, где-то просто прочитать и легко пройтись по тексту. А где-то переформулировать. А где-то переформулировать, а где-то переписать, а где-то объяснить, чтобы переписали. То есть вот редакторской работой я занимаюсь ежедневно, без выходных. Какие нюансы есть именно в педагогической деятельности на журналистском факультете? То есть, мне кажется, здесь же определенные творческие люди, они, наверное, обладают какой-то определенной эксцентричностью, какими-то эмоциями. Вот с чем вы сталкивались, с какими-то были? Было ли проблемно начинать преподавать перед студентами, у которых свои амбиции, и они уже сами чуть ли не готовы писателя? Чему вы нас тут учите? Вот как привлечь внимание? Ну, это правда, что творческий факультет – это всегда определенная сложность тем, что каждая личность и каждая уже звезда, еще только придя на первый курс. Может быть и правильно, конечно, но все должно быть в меру, как мне кажется. Специфика преподавания. Вот, наверное, каких-то определенных особенностей, отличий от преподавания на... Ну, естественные гуманитарные факультеты отличаются, как мне кажется, гуманитарии. Мы, наверное, все в чем-то близки. Но вот важная особенность, мне кажется, журналистского образования, которая должна присутствовать – это практикоориентированность. То есть, чем больше будет в расписании практических дисциплин, где можно не просто говорить, а где можно и нужно что-то делать... Я согласен с вами. Вот вы, химики, наверное, там какие-то опыты ставите, проводите. Мы, соответственно, пишем, 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 потому что научиться можно только, когда ты постоянно учишься на своих ошибках, на ошибках своих коллег. Поэтому я очень люблю практические занятия со студентами, когда они куда-то бегут, что-то ищут, приносят какую-то информацию, обрабатывают и создают тексты. Мы эти тексты анализируем, разбираем, ищем какие-то слабые, сильные моменты. И учитесь тоже друг у друга, наверное, как уже говорили у нас. Преподаватели тоже постоянно учатся, ждал студента, и это интересно. Конечно, конечно, потому что сегодня студент... С одной стороны, есть категория очень ленивых студентов, которые не хотят ничего делать, но это, видимо, те, кто немножко ошиблись с дверью, должны были прийти на какой-то другой факультет. Но есть категория тех студентов, которые очень хорошо разбираются, в том числе и в тех тенденциях, которые существуют сегодня в журналистике, и где-то зачастую самообразовываются даже быстрее. Таких немного, но такие есть. И всегда очень интересно с такими студентами общаться, потому что что-то новое черпаешь, конечно, и от них, потому что за всем и следить тоже невозможно. Ну, тогда такой вопрос. Наверное, все молодые звездочки журналистики, они хотят быть востребованными, читаемыми. Ну, потому что, мне кажется, журналист – это такая профессия, в которой ты не можешь быть лишен одобрения какого-то, потому что ты пишешь... Ты можешь, конечно, писать и тебя в будущем оценивать, как многих скульпторов, но все-таки для журналиста очень важно писать о тех тенденциях, которые происходят сейчас, быть настоящим. Да, поэтому ему очень важно вот это вот быть востребованным, популярным в какой-то момент. Вот что, по вашему мнению, должно сейчас выделять вот журналиста, чтобы быть востребованным? Какие вот у него должны быть, может быть, качества или какие-то... Ну, у него должна быть своя позиция обязательно, авторская позиция – это то, что всегда должно присутствовать, то, что будет отличать журналиста от других. Какой-то авторский свой стиль, своя точка зрения на происходящие вещи. Вот такие журналисты, они всегда на слуху. Ну и к тому же вот есть несколько таких аспектов, которыми, мне кажется, должен руководствоваться журналист в своей практике, и начинающие в том числе. Я всё время говорю студентам, что хороший текст получится только тогда, когда вы будете не только собирать какие-то неодушевлённые факты о том или ином событии, а когда вы найдёте интересных участников этого события, когда вы найдёте героев. Когда вы наполните жизнью и эмоциями текст. Да, а жизнью и эмоциями текст может наполнить человек, которого вы введёте в этот текст, или люди. Паскаль ещё несколько столетий назад говорил о том, что по-настоящему человеку интересен только другой человек. Вот этот интерес к человеку, он важен для журналиста, как мне кажется. Причём хоть для журналиста 20 века, и тогда там было много интереса к человеку, хоть для журналиста 21 века. Но, конечно, сегодня добавляются ещё и такие вот качества, которые навеяны новыми тенденциями, возникающими вообще во всех отраслях нашей жизни. Журналисту сегодня нужно владеть компетенциями IT, хотя бы на каком-то элементарном уровне, знать какие-то, может быть, способы кодировки, языки, может быть, программирования, что-то самое простое, что поможет ему работать с этими большими массивами информации. И мы вот очень... Распространять его быстрее и чётче представлять. Да. И мы очень надеемся, что нам удастся на следующий год открыть новую магистрскую программу на факультете. Это будет партнёрская программа, в которой будут задействованы три факультета университета. Факультет журналистики, как базовый, основной, экономический факультет и факультет компьютерных наук, где будут совмещены вот эти три блока компетенции, компетенции экономические, айтишные и журналистские. Плюс мы привлекаем к работе над этой магистрской программой организации работодатели. Это не только... Это очень важно. Да, это не только медийные компании, но и компании из околомедийной сферы, но которым могут потребоваться специалисты этого направления. Программа будет называться «Бизнес-журналистика и корпоративные медиакоммуникации». И вот здесь мы надеемся, что мы попробуем воспитывать и взращивать таких специалистов, с которыми уже в процессе вот этих двух лет обучения в магистратуре будут работать работодатели. Вести сразу работодатели. Да, будут вести работодатели. Да, да, да. И они будут выходить уже при выпуске сразу в какую-то компанию. Людей Николаевны, а что мотивирует вас в профессии? Студенты. Студенты? Вдохновляют? Да, студенты, конечно. Конечно, я вот сейчас перед парой зашла на кафедру и говорю, какие хорошие студенты. Мне говорят, ну вот, то говоришь, плохие, то хорошие. Ну, группа на группу, конечно, не приходится, но... Ну, по сути, всё равно, да. Если ты воспитываешь хоть несколько хороших студентов, то это уже большое подспорье. Да, когда есть какая-то отдача, это всегда очень важно. Да, да. Понятно. А что бы вы посоветовали из литературы, может быть, курсов? Сейчас очень много проектов различных, связанных с журналистикой, книг. Может быть, что-то у вас есть? Ваши какие-то любимые работы? Здесь, скорее, даже не в учебники или в какие-то книги надо идти. Если есть какой-то интерес к журналистике и хочется вообще понимать о том, какие процессы происходят сегодня в медийной среде, я вот честно могу сказать, что я сегодня много информации черпаю из Телеграм-каналов. В Телеграме очень много каналов, связанных с журналистикой. Я не знаю, это будет звучать рекламой в нашем своем подкасте, если я их произнесу. У нас может быть сколько угодно рекламы, нам все равно никто не платит. Ну, какие-то, какие-то могу назвать, то есть то, что я читаю, откуда я слежу за основными тенденциями. Это, допустим, Телеграм-канал господина Амзина, который называется «Мыжо» об основных веяниях и тенденциях. Это Телеграм-канал «Медиа-медиа» и «Мани-медиа». Оба эти канала ведет Сергей Якупов, практикующий журналист. Это Телеграм-канал «Breaking Trends», где тоже можно о трендах почитать. Это Телеграм-канал «Журналистика», который ведет секретарь союза журналистов Юлия Загитова. Это Телеграм-канал «Что почитать редактору», «Инструменты редактора». Так как я интересуюсь сферой больших данных, дата-журналистикой, то мне еще любопытен Телеграм-канал «Журналистика данных», где можно посмотреть очень интересные подборки, инфографики и материалов не только российских, но даже в большей степени зарубежных медиа, связанных именно с этим направлением, актуальным на сегодняшний день направлением журналистики. Конечно, нужно следить начинающим журналистам за творчеством именитых коллег, которые работают давно в журналистике и у которых можно многому поучиться. Я вот опять же, только общаясь со студентами, им советую, говорю, слушайте, обязательно почитайте в сегодняшнем номере новой газеты текст Юрия Роста. Это один из мэтров российской журналистики. Там как раз текст, где он рассказывает о том, как он начинал в журналистике, как отправился на свою первую практику в одну из азиатских республик, ну и что там с ним происходило. Текст суперский, классный, с точки зрения работы с языком и стилем, и с точки зрения тематики. Юмор, наверное, еще у Роста очень хорошее чувство юмора тоже. Есть, и это присутствует. И следит за какими-то интересными проектами, которые в журналистике существуют, как чисто медийными, так, может быть, и околомедийными. Ну, допустим, если говорить о медийных проектах, то очень интересные вещи делает сегодня отдел спецпроектов и студия инфографики ТАСС. Это проекты, которые побеждают в различных международных конкурсах. Это всевозможные как раз мультимедийные вещи, которые они создают на самые разные тематики, причем это в том числе и образовательные проекты у них есть. Это заслуживает вообще отдельного списка. Я думаю, что мы, если с вашего позволения, выложим тогда все эти рекомендации. Да, можно, можно сделать. Чтобы люди, может быть, заинтересовались, может быть, увидели. Я думаю, что Телеграм это сейчас актуально. Это постоянно быстро обновляемый мессенджер, который, ну, как, надо быть актуальным. Конечно, но я подчас еду на работу, где-то что-то прочитала, студентам на занятии тут же уже об этом рассказываю. Конечно, это обсуждение новостей, оно тоже, как бы, грамотное обсуждение, это тоже журналистика своего рода. Кто вас мотивировал, именно вдохновлял, возможно, заниматься профессией? Были ли какие-то, может быть, это какие-то были, может быть, это были просто ваши родители, или это были какие-то, возможно, известные журналисты? Ну, вот если говорить о журналистике, тут тоже так-то странно, вот мы, те, кто преподают на журфаке, мы и педагоги, и журналисты, все в одном флаконе получается, потому что без, как мы с вами говорили, практики невозможно преподавать на журфаке. Да, поэтому если говорить о журналистике, то, ну, как всегда, кем хочется быть любому ребенку, который вот там мнит о журналистике? Конечно, хочется попасть в телевизор. Сейчас, наверное, хочется в YouTube попасть уже всем, но в мое время хотелось в телевизор попасть. То же самое, я считаю, конечно, сейчас модно говорить молодежи, я не смотрю телевизор, но мы же понимаем, что YouTube, он тоже связан как бы с телевидением, по сути. Странно, когда так говорят студенты-журналисты, которым хочется и не хочется, нужно смотреть телевизор. Кстати, тем более, да, согласен. Вот, поэтому, конечно, хотелось там, видимо, попасть в телевизор, ну, так если смутно припоминать, но вообще, если говорить о, я не знаю, сколько мы там, во времени ограничены, нет, если говорить о... Ну, мы говорим пока что. ...о моей судьбе, да, и вообще приходе на журфак, то у меня есть человек, который, в общем-то, заронил зернышко вот этих мыслей в моей голове. Я родом не из Воронежа, я родом из Воронежской области, и как-то ещё, наверное, там, со среднего звена школы я начала, ну, какие-то заметочки там в районную газету пописывать. И вдруг как стали публиковать в районных газетах, мне сказали, что, наверное, просто контента не хватает, но, может быть, действительно я интересно для школьницы писала. И редактор, Александр Александрович Богданов, он сейчас редактор районной газеты в Рамоне, он мне как-то говорит, о, может, на журфак пойдёшь? А мне тогда казалось, что журналисты это вообще какие-то небожители, это вот люди, которые в телевизоре... Отдельная каста какая-то. Да, 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 и как я могу вообще где-то там вот рядом с ними оказаться? Потом у меня родители и дедушка выписывали газеты «Воронежский курьер». И выписывали, тогда ещё подписка была. И там как раз публиковались колонки Льва Ефремыча, 100 строк в конце недели. И вот мы их не просто читали, я их даже вырезала и складывала там в отдельную папочку. И вот я узнала, что Кройчик, он на Воронежском журфаке преподает. Мы как-то, помню, приехали на какую-то разведку, наверное, там в деканат зашли, что-то выяснили. Ну и как-то я уже к выпуску из школы, к 11 классу, я уже вообще, если честно, не представляла себе другого факультета, кроме как журфак. И как-то я по-другому уже не задумывалась. У меня был один аэропорт для приземления, как я тогда шутила. Ну и слава богу, что всё получилось. А потом вот здесь уже в преподавании и тот же Льв Ефремыч сыграл свою роль, когда пригласил в аспирантуру ряд других преподавателей факультета, которые говорили, почему бы и нет, почему ты сомневаешься, да, всё может получиться. И вот так всё и сложилось. Ну да, это прекрасно. А что мы бы пожелали аудитории? Аудитория имеет свою точку зрения на любую сферу нашей жизни, на любое событие, которое происходит в этой жизни. Потому что это самое главное. Есть очень хорошее высказывание, не помню, кому оно принадлежит. Лучше быть уверенным, заблуждаясь, чем сомневаться, будучи правым. Так вот я желаю, хоть и говорят, что в сомнении рождается истина, но я желаю всё-таки не сомневаться в своих поступках и убеждениях. И если вы чётко понимаете, что вот ваше видение, может быть даже студентами, я всё время говорю, даже если оно ошибочно, вы можете его аргументировать и доказать, пытайтесь свою позицию доказывать. Но аргументы должны быть обоснованы всегда. В конце концов вы придёте к какому-то устойчивой истинной позиции для себя. Да. Хорошо. Спасибо вам большое. С вами была Юлия Николаевна Можарина, преподаватель факультета журналистики, ведущий субподкастов Владислав. Кушайте суп, слушайте маму. До свидания, до новых встреч.